Ребята, всем привет! С вами Роман Шкудер, компания Форслайф. Сегодня, как обычно, у нас по средам выходит наш обзорчик рынка криптовалют. Посмотрим, что у нас интересного, какие у нас сейчас есть возможности для заработка на крипте и стоит вообще ли покупать крипту на данный момент. Ну, значит, давайте начнем с битка. Вчера было у нас резкое падение. Да, резкое падение. Позавчера оно началось. Вчера был уже выкуп этого падения. То есть, мы видим, что цена обновила была там месячный и двухмесячный минимум, даже не двухмесячный, а с марта месяца мы этих цен не видели, еще были. Ну, как бы имеется в виду ниже. У нас был 25, то есть 11 мая была цена 25,767. Мы обновили были этот лоу. Это хорошо. Обычно всегда перед падением, как бы мы видим, да, вот здесь вот было падение, потом резкий рост и здесь тоже самое. И потом резкий выкуп произошел после снятия ликвидности с вот этих вот как раз зон выкупа. Видите, вот здесь вот. Нарисовали плохую картинку, что уже все, будет сейчас падение, идем дальше и резкий выкуп обратно. И тут опять же, смотрите, вот опять же уровень. Кто бы что не говорил, да, это зона ликвидности, зона скопления больших ордеров, понятное дело, но это тоже уровень. Он и здесь, есть, видите, такая зона. Зона уровня, начиная с 27 до 27500. Вот тут зона уровня и, видите, мы сюда дошли. С первого раза, конечно, после такого роста это обычно и происходит. Думаю, может какой-то сейчас откатик произойдет. Типа что-то такого, как-то где-то вот сюда и потом дальше, я думаю, что мы можем отсюда, можем уже выйти дальше вот в эту зону там 29000. Как-то так. Посмотрим, как будет по итогу. Окажемся мы или правы, или просто вместе посмеемся. Ну, вот я нарисовал, то есть где-то 26100-26300 на откате. Можно пробовать взять со стопом вот сюда, ребята, надо будет стоп ставить. 25750. Да, стоп будет не маленький, но и потенциал тоже не маленький, ребята, там почти 2000 долларов потенциала. Ну, я думаю, что он достанет, наверное, вот сюда. То есть, зона 30 будет как раз таким выступать хорошим уровнем, где была ликвидность, откуда был разворот, экстремальная точка. И вот сейчас по битку рассматриваю вот такой сценарий. Учитывая, что у нас еще почти был ретест, хотя не, ребята, был. Смотрите, я, кстати, даже не смотрел. Вот здесь четкий ретест, кто бы что ни говорил. Смотрите, вот зеркальный уровень, зона 25300. И смотрите, его 25300 мы здесь достали. Вот сколько у нас тут лоу был. Лоу 25321, а здесь хай 25285, а здесь 265. А тут хай, 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 хай. 25200, 25200. Ну, почти там не дошли 30 долларов, но это, это считается, что достали. Зеркалку резкой сразу же реакция от этого уровня. Понятно, потому что это был сильнейший просто уровень, который потом пробивали. И, конечно, с первого раза реакция от него будет. Это 99%, что это зона, это можно было считать ее за зону какого-то покупки. Видите, тоже вот сняли ликвидность здесь вот, сняли стопы. Все, кто ставил ниже 25350. Чуть-чуть сняли и сразу импульс обратную сторону. Очень быстрый, резкий и никому не дали уфа перезайти. Ну, и кто не успел, конечно. Все, теперь я думаю, что сейчас какой-то там может быть откатик. Еще раз говорю, 26100, 26300. Вот это два у нас уровня, с которого может пойти цена. Кстати, еще один важный момент. Почему, кстати, это было падение? Потому что SEC подали иск против Binance, против Глыб Binance и там, чтобы вызвать множество там криптовалют, в том числе, там, Solana, Matic, там, Phil и так далее. Это все цены бумагами. И сейчас еще подали, вчера вот ИС были против Coinbase. Сейчас вообще взяли за эту тему. Но кто находится по туристикции США, понятно, ребята, это будет влиять. Если там Binance находится, даже не знаю, в Гонконге, где у нас там Binance. Сейчас посмотрим, где у нас штаб-квартира Binance. Я даже сам не знаю, если честно. Ну-ка мы сейчас посмотрим. Адрес, где она? Просто я даже не знаю адрес компании. Где вообще Binance находится? Там, где Binance. Понятно, основана в 2017 году. Это понятное дело. Что-то даже не вижу. Если не ошибаюсь, был Гонконг. А где они сейчас сидят? Они имеют лицензии во Франции, в Новозеландии, они везде находятся. Ну, поэтому, что у них? Может быть, какая-то юрисдикция, типа, США. В КНР написано, что это в Китае было основано. Но сейчас, мне кажется, они там не там сидят. Гонконг, да. Написано, что они в Гонконге. Поэтому, там, Америка может себе что-то там решать. Но все равно Гонконг. Свои законы. Конечно, что они имеют влияние, типа, в мире. Ну, я думаю, что ничего там сверху, естественно, не будет. Если, ребята, ляжет Binance, ляжет вся криптоиндустрия, я сразу говорю. Если Binance будет хана, то будет хана 99% всех монет. Да, оно потом восстановится, но я думаю, что это на года. Если это ляжет Binance, это лет пять, наверное, для восстановления понадобится. Поэтому, думаю, что большие дядьки себе там заигрались немножечко. Ну, я думаю, что это все решится. Значит, что дальше? Значит, что дальше? А, да. От уровня. Что бы что ни говорили, смотрите. Четко. 0.37 в 91. Мы его отмечали еще, бог знает когда. Четко от него встали. Ложный был. Ретест и вниз. Теперь цель была 0.32 с половиной. Чуть не достали. Может, достанут еще. И, кстати, тут один момент еще есть. Это линию восходящего тренда. Да, пробили. Да, пробили. Смотрите. Вот, линию восходящего тренда одной свечой. Прошли. Это плохо уже, ребят. Это уже плохо. Но, посмотрим. Возможно, вернется. Сейчас, в принципе, у нас такой тут ренж. Поэтому эти все линии тренды. Оно может работать, конечно, но не так прям сильно, как надо. Да. Ну, 0.32 с половиной. Надо уже дождать реакции, что будет оттуда. Или вот это тоже могут. И могут отсюда откупить, потому что был хвост. Можно попробовать даже там где-то тут лонговать. Со стопом сюда. Это тоже нормальная сделка будет. Но я бы еще подождал еще какое-то время, чтобы чуть-чуть сейчас она постояла. Кстати, вот по Binance. Что Binance сделал? BNB. А Binance у нас, да, пробил линию восходящего тренда. Кстати, да, одной свечой. Можно нажать ретест. Вот 290, если что, будет. И потом посмотрим. Но есть еще один момент, ребят, что не обновляется лои. Видите, у нас лои повышательные здесь. И, в принципе, тоже здесь не обновили вот этот лоу. Если будет пробой там 263, вот этой зоны, тогда будет плохо. Я думаю, тогда мы можем видеть 200 долларов в Binance. Вот сюда. Ну, посмотрим. Если учитывая, что на них подали иск. Помню, Ripple тогда подали. Я помню, сколько падений тогда было. Процентов, наверное, 50. Binance у нас сколько? Процентов 7 здесь. 7 процентов. Ну и плюс, видите, уровень жали. Я говорил об этом, что постоянно поджимали этот уровень. Там 302-303. Вот он был. Его постоянно жали. Ну и произошел пробой, естественно, вниз. И потом сейчас будем смотреть, что будет какая реакция будет на вот эти уровни. Пока все нормально здесь. Ничего такого нет. Ну, покупать я бы не стал бы. Потому что, ребятки, с такими новостями лучше сильно не лезть. Ну, если кто-то хочет со стопом, можете пробовать. Но я пока бы не лез в Binance. О, кстати, Dota, помните? Тоже стоял 5.15. Все вроде бы нормально. Был импульс. У меня тоже позиция была, я потом закрыл, потому что не было продолжения. Обратно. И сейчас протестировали 4.96. 4.96. И вот, возможно, как раз вот это всю ликвидность эту сняли. Это хорошо, ребят. Все сняли, вернулись. Это, как называемый, типа ложный пробой у нас, да, сформировался. И можно посмотреть, если будет сейчас тут еще сумеет закрепиться хорошо выше там 5.15, 5.10, вот здесь вот, то можно попробовать взять на продолжение роста. Ну, вот здесь вот, да. Только стоп, если что за хвост, это очень далеко будет. EOS. Дошел до уровня был, там 0.8, да, вот у нас был 0.1. Кстати, смотрите, от уровня вниз сходили. От этого, посмотри, как четко. Ребят, мы вот уровень проводили. Смотрите, вот вам long, то есть, господи, long short от уровня, вот стоп. И потенциал был сумасшедший. То есть, тут пол копейки стопа сходили. Десять копеек, двадцать к одному сходили. Чтобы вы понимали, если вот взять по четкости, двадцать к одному можно было забрать. И тоже отсюда же, видите, отскочило прям от уровня также. Вот. Зона разворота, зона ликвидности, вот. Постояли, развернулись, все. Очень хорошо ходит пока EOS. Ну, сейчас в этом диапазоне. Когда выйдет за эти границы, то есть торгуем от границ этого рейнджа. Пока выйдет, тогда будем смотреть. Пока от границ рейнджа. Эфир, то же самое. Вот тут был уровень 1790, также сходили четко в него, вернулись. Сейчас, ребят, нам скорее всего откат ждать где-то, даже не знаю, зона вот этого будет баланса, зона ликвидности. Наверно, где-то восемьсот пятьдесят, восемьсот сорок, вот, тысяча восемьсот сорок, тысяча восемьсот пятьдесят где-то в этой зоне. Тут брать, конечно, рискованно очень, потому что после такого движения могут еще продавить, а потом только пойти после какого-то там продавки. Хотя, когда такая свечка, потом вторая, ребят, обычно идет сразу. Ну, посмотрим. Смотрится очень неплохо. Лайт коин. Сходил, также, ну, лайт вообще ему по барабану. По усвоящему тренду у нас халвинг будет в августе месяце. Думаю, как раз сейчас в июне обычно он должен показать хай. Думаю, это если пойдет, будет где-то сто тридцать, сто сорок. Это моя такая цель локально. Сто три, если пробиваясь, два сто три, ребят, может улететь очень круто. Но я брал бы, конечно, где-то здесь, потому что там может дать палку дать, может вернуться, может что угодно сделать. Но у нас всегда, конечно, есть стопы, поэтому смотрите внимательно. И здесь восемьдесят два где-то и дев сто два. Ну, пока что внутри диапазона, ну, вот где-то вот хотя бы с восьмидесяти восьми нужно смотреть его. Где-то если вернется, сейчас откатик какой-то отдадут. Что отсюда смотреть внутри диапазона, нет, как-то не очень. И даже если взять точку имбаланса, это будет здесь и здесь получается. Ну, где-то восемьдесят восемь. Вот. Вот эта зона, как раз восемьдесят восемь, можно оттуда рассмотреть. Что S&P, кстати, делает? S&P, ребята, у нас все отлично то, что я говорил. Стояли-стояли, пробились, закрепились, протестировались. Все. Теперь цель должна быть где-то четыре триста. Первая вот она будет. А, уже почти достали. Четыре триста вот эта вот зона. Четыре триста. Даже я взял бы вот так. Четыре триста тридцать. И следующий уровень четыре шестьсот. Ну, вот это очень круто. Туда где-то будет стремиться. Там посмотрим. Дальше Solana. Двадцать долларов был уровень. Раз ложный, потом еще раз ложный. Держится пока. Хотя ХАИ не обновляется, видите? Вот раз, два, три, четыре. Вот пока нет. Вот это пробили, конечно, это хорошо. Но такое. Хотя тоже рассмотреть можно ее где-то. Ну, я бы смотрел где-то с девятнадцать. Может там с половиной. И стоп вот сюда. Девятнадцать, ноль пять. Ну, да, ноль три. Или восемнадцать, девяносто девять. Задавили. Ну, держится. Держится. Солана. Двадцать долларов уже так долго стоит. Я думаю, может очень хорошо выйти. Если будет нормально все, то может выйти хорошо. Трон. А трон, ребята, вообще просто смотрите. Пробил был уровень ноль семь. Ноль ноль семь. Потом, обратите внимание, кстати. Ноль ноль восемьдесят один. Вот уровень с историей. У нас был проведен еще босс знает когда. Все. Смотрите. Туда же достали пока был ложняк. Обратно вернули. Надо где-то точку входа искать в лонг. Также на отскок хотя бы. Тоже постояли. Среди уровень даже на шорт была сделка. Нормально. С ложняку. Вниз. Сейчас да. Отсюда где-то можно рассмотреть с целью ноль восемьдесят один. Думаю еще раз мы должны хотя бы сделать импульс. Хотя прошел он много, ребята. Тут уже надо внимательно. Лумен. Лумен протестировал был вот эту зону ноль восемьдесят четыре и ноль один у нас. Следующая. Ну, уже достал. Уже сейчас тут брать. Надо ждать откат опять же таки. Где-то хотя бы вот сюда. Хотя бы где-то сюда. Тут пока что лезть не надо. Рипл. Очень интересно. Кстати, вот рипл. Особое внимание. Тут уровень чуть выше. Надо будет вот это кстати убрать. Вот эту фигню. И надо посмотреть ноль пятьдесят где-то четыре с половиной. Ноль пятьдесят пять. То есть вот это будет уровень, ребята. Вот здесь вот будет уровень. Ноль пятьдесят четыре с половиной. Вот если это смогут пройти и закрепиться. А выглядит так, ребята, что смогут пока что. Не знаю. Сейчас, через там неделю, через месяц. Но смогут скорее всего пойти. То я думаю нас ожидает там один доллар. Может даже полтора. Вот сюда вот. Это может быть очень быстро. Рипл молодцы просто. Набрали позу. Все хорошо. Я сижу уже четыре года. Сажу вам там честно. Поэтому буду сидеть. И цель у меня. Ну посмотрим. Может быть я где-то буду крыться. Потом перезаходить. Но цели глобальные. От восьми до десяти долларов. То есть восемь, таре, десять долларов. Цели глобальные по рипл. Локально думаю можно будет продаться там где-то. Может выше этого хая кстати. Где-то в районе двух долларов. Продаться может два ноль пять. Потом с сотку где-то один и четыре. Обратно. То есть процентов на тридцати думаю может откатиться легко. Может даже на сорок процентов откатиться. После пробоя вот этого хая. В зависимости от того как будут подходить. Будут подходить быстро. Сто процентов будет откат. Ну девяносто девять и девять процентов. Хорошо. Если будет подходить медленно, будет медленно идти, вот так медленно, то можно посидеть будет и подольше, потому что могут и пройти вот эту зону. Хотя, я думаю, с первого раза такой уровень пройти будет тяжело. Могут пройти, но с обратным откатом в скором времени. Посмотрим, как будет двигаться сцена. Рипл очень интересный. То есть на листе номер один сейчас. И Тезос. Тезос у нас что сделал? Вот стоял под уровнем, да, 0.91, что-то тут накапливали туда-сюда, что-то пытались сделать. Сейчас вот почти достали до уровня 0.8, но и отскочили. Такой он, видите, малоликвидный, конечно. Но если брать, ребята, надо брать где-то вот отсюда. Вот. Хотя бы 0.84, хотя бы, со стопом 0.81, ну такое себе. Такое себе, ну много упали, может быть какой-то технический отскок, там 1.03, может быть даже 1.2. Вот такой у нас обзорчик, ребята. Кому понравилось, ставим лайк, пишем коммент. Внимательно торгуйте, думаю, что локально можем увидеть какой-то еще рост. Глобально посмотрим. Глобально пока, пока не знаю. Что сказать, пока нисходящий тренд все-таки по большинству инструментов нисходящий тренд, глобально. Ну вот если так это открыть, посмотрите просто. То есть ДОТ там, ну это все нисходящий тренд. Тут нету никакого, ну эфир, да, эфир там и там еще парочку инструментов, да, Солана. Все это нисходящие тренды убили очень сильно, но это хорошо, видите, здесь идут консолидации. Думаю, в скором времени можно куда-то выйти. Поэтому, всех обнял, всем профитов, всем хорошего дня, хорошей недели и до новых встреч. Пока. ПОДПИСЫВАНИЕ 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 ПОДПИСЫВАНИЕ